К сожалению, у нас сейчас идет перекос в другую сторону. Знаете, как в Америке с афроамериканцами, это мое личное мнение, если раньше ущемляли права афроамериканцев, то сейчас начинают, мне кажется, ущемлять права белых. И так получается и с мужчинами, если раньше ущемляли права женщин, я это не абстрактную абстракцию говорю, а у женщин не было права голоса, женщины не имели права голосовать, женщины вообще не причисляли к единице личности. Сейчас немножко идет перекос в какую-то обратную сторону. У нас очень сильно пропагандируются права женщин, очень сильно пропагандируется защита женщины и женское мнение и я, и за этим чуть-чуть начинают ущемляться мужики уже. Мужикам нельзя быть никакими, кроме такими, какими им сказали быть. А если ты вот не такой, то тебя мы вместе женским обществом захейтим. И вот это перекос уже в другую сторону. И если вы посмотрите на количество блогов, триллиард блогов, которые рассказывают, не знаю, как манипулировать мужиком, как выйти замуж, как, короче, мужика подавить, как его подмять под себя. И ни одного блога, который рассказывает, как в этом всем выживать мужикам. Ну, по чесноку. Вот есть перекос, серьезно, сейчас начался другой перекос. И, ну, мальчикам, которые себя не понимают, которым некуда обратиться, которые не доходят до психолога, я уже не знаю, как эти пацаны выживают. Вот, я при этом не против девочек, я за разумный какой-то баланс, да, потому что в отношениях в паре важно мнение двух людей, и когда учитывается мнение только женское, а мужское подавляется. Это такая же хрень, когда выслушивается только мужское, а женское подавляется. Я сначала вообще хотел оставить это видео сюда вам, без своих комментариев, но решил все-таки высказать кое-что. Нет, ну почему же, есть куда парням, мужчинам идти. Вот это мой канал, другие ребята ведут похожие каналы. Но, понимаешь, тут в чем дело? Дело все в том, что мужчина сам по себе, мы мужчины, мы лидеры. У нас так заложено в природе. Мы между собой соревнуемся, между собой даже в обычной социальной жизни мы то пытаемся доказать, кто из нас лучше. Это и на работе, это и в какой-то профессии, да, это и в жизни. И это нормально, ничего страшного в этом нету. Другой момент, что когда, вот и так, когда мы соревнуемся, и так, когда мы находимся в позиции постоянной борьбы между собой, сюда еще вклинивается женщина и такая заявляет. А, мальчики, теперь я тут главный, а вы подвиньтесь. Знаете, это, конечно, многих мужчин начинает настораживать и даже бесить. И я хочу, чтобы мужчины поняли следующее. Не нужно этого делать. Хотят они, пускай получают. Хотят они работать наравне с мужчинами, давайте будем давать им эту возможность. Давайте их принимать на тяжелые работы, на которых мы работаем. Давайте их загружать точно такой же работой. Они хотят в отношении с нами и говорят о том, что мы хотим равноправия в отношениях с мужчиной. Но если нам это не нравится, тогда мы давайте не будем брать. Просто она хочет равноправия, мы ее отправляем куда-нибудь в другое место. Скажем, нет, здесь равноправия никакого не будет, иди туда. Но мы почему-то соглашаемся на это, впускаем женщину в дом на ее условиях, что типа я хочу равноправия, а потом сидим и ноем. Что жена у нас ничего по дому не делает, что она там нас пилит, что она там что-то запрещает делать. Но это мы пустили ее в свой дом, в свою семью, на ее же правах. То есть на ее, вернее, условиях, да? Потом ноем. Давайте, давайте им эту возможность. Они хотят быть эмансипированной, независимой. Увидели, что женщина с пробитым колесом стоит на дороге? Пускай сама меняет его. Зачем вы останавливаетесь? Они же хотят равноправия. Видите, что женщине тяжело нести сумки? Пускай она несет. У нас же равноправие. И равноправие должно быть равноправным. И вот когда основная масса мужчин начнет вот именно так к этому подходить, и женщина увидит, что, блин, а я не справляюсь без мужика, вот тогда они, может быть, будут перебываться. Может быть, до них дойдет, и они подумают, скажут, нет, оставлю-ка я эту лидирующую позицию мужчине. Побуду я лучше домохозяйкой, которая, посидев где-нибудь там на работе, приду еще и борща ему приготовлю, а потом еще и омлет ему сделаю перед сном. М?